Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живее. Сегодня у меня просто прекрасное настроение, потому что вам хочу сказать огромное спасибо, что мы вот на этой Ламборгини. Да-да-да, там под навесом стоит Ламборгини. И благодаря этой Ламборгини мы набрали больше миллиона просмотров в нашем предыдущем видео. Если не смотрели, непонятно зачем включили это видео. Так что быстро переключайтесь сначала на то, смотрите это, а потом возвращайтесь сюда. Потому что сегодня мы распакуем багажник Ламборгини. Ребят, мы специально храним нашу тачку, нашу Ламбу под навесом. Ну потому что, чтобы, знаете, ну... Между, между это... Между, да, я говорю, чтобы холопом завидно не было, что у нас тут стоит Ламборгини. Ребята, многие в комментариях писали, что это Nexia. Но у вас все в порядке с головой, да? На зеркалах здесь написано Nexia, я согласен, действительно. Но если на заборе тоже много чего написано. Но если на зеркалах написано Nexia, то это не значит, что это Nexia. Это Ламборгини. Здесь, кстати говоря, тоже нифига не понятно, что это за машина. Ну, в смысле, что это за машина в оригинале. И сегодня мы распакуем багажник этой Ламбы. В любом случае, я почитал, поизучал, как бы, на самом деле, о Ламборгини багажник находится спереди, да? Но у нас случай совсем другой. Здесь получается вот эта штука. Но это, скорее всего, все-таки подкапотное пространство, в данном случае, а не багажник. Оно на саморезах. А багажник, я так понимаю, как у классической компоновки автомобилей, он находится здесь. И его-то мы и распакуем, чтобы понять, разобраться с этой всей историей на самом деле. Чтобы понять, что это за фрукт и с чем его едят. Это самое зеленое Ламборгини. Сейчас опять клоуны будут в комментариях писать, что это не Ламборгини, это картонная машина. Да что ты нам затираешь? Понятное дело, что это не оригинальное Ламборгини. Но это точная реплика один к одному. Понимаете? И даже если мы посмотрим на досках объявления, сколько стоит реплика Ламборгини, то вот вам, пожалуйста, ценник, ребята. Ценник космос. И в любом случае, мы, я думаю, в выигрыше. То, что купили ее всего за 1 миллион рублей. А продадим мы ее, ну, хотя бы за 2, я думаю. Правда, у меня, знаете, в Ламборгини же есть бесключевой доступ. У меня бесключевого доступа мне не завезли. У меня только ключ. А мой бесключевой доступ выглядит следующим образом. То есть, вот так вот, ой, не в ту сторону, вот так вот, вставляем ключ и открываем Ламборгини. Вот. У нас она, кстати говоря, постояла вот так вот с неделю, может быть с 2, я точно не знаю. Давайте проверим вообще, живая ли у нас машина. Так. Е-мое, вот это Ламборгини, вот это итальянское качество сразу чувствуется, слышится и понимается. Оператор, ну давай прокатимся тогда перед распаковочкой. Вот так вот центрируем стекло и блокируем двери вот таким вот образом. Уже переключаем шуруповер в другую сторону и вот так вот, ой, вот так вот закрываем дверь. Все. И посадка, смотрите, спортивная, чтобы вжимала сразу же. Едем до магазина. Ну или докуда-нибудь. Просто проверяем, что машина на ходу. И знаете, в чем прикол? Зачем все покупают Ламборгини, как вы думаете? Так, мне кто-то уже названивает. Ну серьезный человек на Ламборгини. Мне все звонят всегда. Так вот, зачем Ламборгини покупают люди? Для понта, естественно, дело. Чтобы привлекать взгляды на улице. А что вы думаете? Я не привлекаю взгляды, что ли, на этой машине? Да, конечно, привлекаю. Все только смотрят и думают, что такое? Вон, дальнобой офигел. Вон, дальнобой, смотрите, под кузовом вылазит. Сам, вот, что такое? Вы что, с ума сошли, что ли? Вот так вот. Конечно, посадка реально вообще капец какая неудобная. Но, тем не менее, вот так вот выглядит салон Ламборгини. И опять же, умники, которые писали, что это Некси. Вы посмотрите на салон. Где вы такую Некси увидели? В принципе, дачка-то вообще на бодрейшем ходу. До сих пор непонятно, что это за машина. К сожалению или к счастью. Потому что я все еще продолжаю думать, что это Ламборгини. Но, тем не менее, она у нас на очень бодром ходу. Правда, из-за того, что это спорткар. Из-за того, что она такая... Они сказали, смотри, нормально вообще кайфуют. Бля, хамуха, чуть не врезался в него. Вот, ну и, короче, багажник-то вот у нас где. Зачем мы, собственно, прокатываемся. Вон у нас багажник. Сейчас будем доставать. Мы до сих пор не смотрели, что там у нас лежит. Будем доставать, смотреть, что там у нас находится в багажнике Ламборгини. Это Ламборгини. Не знаю, слышно, не слышно, ребят. Но они фоткают, говорят, в детстве мечтали о таких машинах. Блин, это очень сложно. Да, а стекло из поликарбоната. Да, из поликарбоната. Это? Пошки. Какой? Клипс? Клипс? Не знаю, я не знаю. Не, на базе чего тачка? Я не в курсах. А вы ее купили, что ли? Да. За сколько? За миллион. Да не, серьезно. За миллион. Ну, что, я же говорил. Внимание, мы привлекаем очень много. И сейчас мы узнаем, какие нам еще подарки достались от предыдущего собственника. Постараемся выяснить, кто этот предыдущий собственником был. И что у него с головой. Содержимое всех гаражей, контейнеров и багажников первыми на канале Жизнь Виа видят первыми подписчики. Эту традицию мы оставляем неизменной. Поэтому давайте заглядывать сами. Смотрим, смотрим, смотрим. Так. Что там у нас? Ой. Ну, ты что, оператор, е-мое? Так. Что там? Так. Подушка какая-то. А под подушкой что? Ну, что? Там 500 рублей. Надо взять. Слышь, пошел вон, моя задача распаковывать. Какие 500 рублей? Я что, на слепого похож, слышишь ты? Ну, там, короче, денежки. Да кого я видел все? Косарь. Настоящий косарь. Там у меня выпали остальные. Там еще есть деньги? Да выпало у меня из кармана. Да что ты гонишь? У-у-у! Офигеть. Блин, а как? Блин, это в натуре очень трудно. Как туда залазить-то? Я-то не такой тонкий, как оператор. Я не пролезу в эту тырку. Рукой-то достанешь? Ну, не могу. Блин, в натуре не могу. А вот, вслепую. Нифига! Нифига себе! Вот это, е-мое! Кэшбэк! Кэшбэк! Реальные чеки сейчас опять... Блин! Сейчас опять напишут, скажут. Постанова, монтаж. Нифига! Реальные косари. Сколько тут у нас получается? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять тысяч! Ну, ништяк! Тачка уже бабки приносит. Уже прибыль пошла. Слышишь? Еще не окуп. Ну, еще не окуп, конечно. Но, тем не менее, девять косарей. Если бабки здесь разбросаны просто так... Что там еще спрятано в этом автомобиле, в этом багажнике? А я знаю, почему они так разбросаны. Скорее всего, предыдущий владелец косил под мажора. Типа, мажор! И как думаете, что он делал? Он ехал в этой ламборгини и разбрасывал. Я-то не мажор, куда? Вот так вот разбрасывал на ветер бабки, как говорится. Только в прямом смысле этого слова. Так что, поэтому так мелко. Так-то бы нормальные мажоры всегда по пять носят. Скажите спасибо, что еще не по пятьсот, а то бы он пятихатком разбрасывал. Ну, ништяк, я разбрасывать деньги не буду. Давай дальше смотреть, что там внутри еще есть. Короче, так-то сходу и не видно, что там есть и что нету, потому что там какие-то то ли подушки, то ли что... Офигеть! Я убрал эту чертову подушку. И там куча добра, я вам скажу, ребята. Целая куча добра. Что это такое? Что это за штука? Не знаю. Блин, ё-моё. Сейчас, подожди-ка. Еще посмотрим. Что это такое? В коробке что-то лежит. А? О, Кулуз, квест. Что за квест? А, VR Headset. Ё-моё. Слышишь? Новый, запакованный, что ли? Это, короче, скорее всего, VR-очки. У меня есть похожие, но совсем другие. Это, по-моему, беспроводная история. Блин, ребят, почекайте в комментариях, напишите, сколько такое может стоить. Ребят, о, вот эта коробка, слушай. Ну, блин, по чеснокам скажу. У меня уже подобное есть, мне такое не надо. Вау! Может, я поторопился, что мне такого не надо? А тихо-тихо, а ту штуку, которую я достал, она где? А вон она. Вот, это от неё, походу. Вот, эта история как-то вот так вот цепляется, короче, наверное. Вот так вот. Вот так вот. У, газели мешаем. Эй, ничего. Тут Lamborghini стоит вообще-то, подвинется. Во, такая вот история, короче. Вот так вот. Как-то это одевается. И мне кажется, я знаю, почему здесь находятся VR-очки в этой Lamborghini. Потому что, скорее всего, мужик вот так вот садился, надевал эти VR-очки. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ещё раз паковать не успел, уже всё, упало. Ничего, ничего не сломалось, слава богу. И он представлял, короче, что он в настоящий Lamborghini едет. Ммм, салон у него там, да, настоящий. Да, 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 внешка-то видишь, внешка у него нормальная, а на салон он забил, потому что у него VR-очки есть. Зачем ему заморачиваться было по салону, если у него есть VR-очки. Но, ребят, говорю ещё раз. Мне эта история, она, наверное, дорогая. Не знаю. Но она мне не нужна. Вы напишите в комментариях, сколько она стоит и кому надо. Мы, может быть, кому-то из наших подписчиков отдадим, разыграем. Но только если вы напишите, конечно, комментарий. Если никто не напишет, то я пойму, что она никому нафиг не нужна, эта история. И, не знаю, выброшу, наверное. Короче, ещё из ништяков вот такое есть. Это что такое? А, я понял, почему я так низко сижу. Я потому что неправильно машину эксплуатирую. Вот так вот надо, наверное, чтобы не так низко было. Хотя, по-моему, это вообще не поможет. В этой машине вообще мало что уже поможет. Так, о, короче, убрал ещё одну подушку. И вон ещё ништячок. Коробка мятая со смартфоном. Но тоже это ништяковский смартфон. Смотрите, он на 6 гигабайт. Ой, на 6 гигабайт оперативы, на 128 встроенный. Но мне он нафиг не нужен. У меня другой есть. Сколько такое стоит? Ну, 1020 может стоит. Так что ништяк, в принципе. Ну, я думаю, мы можем тоже кому-то из подписчиков его отдать. Кому надо, напишите в комментариях. Или что, вскроем, посмотрим. Может, там нифига нету. Ну, вроде в плёночке, я не знаю. Смысл есть. Не знаю. Вроде, да, всё новое. Навьё лучше кому-то из подписчиков прям новое вручить, наверное, да? Короче, чувак-то тот ещё позёр. Знаешь, что это такое? Это колпаки. Да. То есть у мужика, который был предыдущим владельцем этой ламборгини, денег даже на диски не осталось. Пришлось только вот колпаками довольствоваться. Не, ну с колпаками она уже вид имеет, да? Так лучше, но... Только почему всего два? Где ещё два? Колеса же четыре. Так. Короче, смотри, ещё что нашёл. Вот это очень опасная штука. Знаешь, что это? Да. Это airbag. Причём, опа, пиропатрон заряженный. Сюда плюс-минус подаёшь и... В космос можно улететь. Опасная штуковина. Запитаем? И знаком, проверим. Ну, пусть подписчики напишут комментарии. И, короче... Вот это реально опасная штуковина. Да жахнет, так жахнет. Так что наберём под этим роликом 30 тысяч лайков. Вот тогда жахнем. И комментариев, если будет много, тогда жахнем её. Так, ну чё тут ещё есть? Здесь, короче, много всяких проводов, электроники. Вот это чё такое? Знаешь? Нет. Я тоже, если честно. Какой-то козырёк. Или это можно... А, скорее всего, вот так вот, наверное, было как-то. Нет? Непонятно. Не по размерчику. Хотя тут ни о каких размерчиках, ни о каких зазорах говорить не приходится. Так. О! Ещё одна такая штука. Только уже с массажем. Фигня какая-то, короче. Так. Ну здесь есть ещё коробочка. Ого! Тут всё в пыли, всё в шпаклёвке. Эх! Чё это такое? Металлоискатель. Тоже он недавно, короче, скрывался. О! Слышь, это подводный металлоискатель. Чё у нас подобная морковка, пинпоинтера есть? Нафиг нам ещё такая. Подобная есть, а это другая. Прикольно же, чё новая. У нас и металлоискатель есть, и пинпоинтер есть. Чё там не... Если не плавал под водой, ролик может... Это вот, да, вот в этом видеоролике. Ну так-то да, может, ты прав. Может, не стоит, как ворона, вестись на всё подряд. И чё, привлажешь тоже подписчикам отдать, кому надо? Либо тот продайте, тот оставьте, я не знаю. Ну, короче, ребят, пишите, надо кому-то, нет. Ну, вообще, штука прикольная, и мне кажется, нифига не дешёвая. Особенно в наше время такая штук 10 может стоить. Тысяч 10, короче. Она же его новая, считай. Так что, как-то так. Будет много комментариев, тогда разыграем. Нет, так это. Тоже на помойку выкинул. Короче, капиталить надо салон вообще. Его как бы нет. То есть здесь даже крёсел, кресел нету, потому что здесь вот... Я показывал это, нет, посмотри на это. Это же просто арматура. Причём самая тонкая, самая дешёвая. И на ней вот даже не кресла стоят, а именно обивка кресельная. Но ещё есть хорошие новости. То, что здесь есть документы на машину и номера. Но их показывать я не буду. Потому что не буду. И всё. Но номера есть. С документами всё в порядке. Вот. Ну а в целом больше там ничего нету, кроме пыли, грязи и всякой мишуры. Ну вот такой вот багажник Lamborghini получается у нас. Правда, что-то она у нас перестала ехать. В начале съёмок я сделал кружочек. И не доехал. И не доехал. Я хотел, да, нормально припарковаться. Сейчас, собственно, её тоже нужно парковать, на место устанавливать. Я не уверен, получится ли у меня это сделать. Короче, заводится. Даже звук неплохой. Работает ровно. Но даёшь, короче, газу. А-а-а. Так это автомобиль Via Industries. Он сам починился. Да. Походу. Да, всё работает. Всё класс. Главное просто дать чуть-чуть ему отдохнуть. И всё классно. Ну, издалека классно выглядит. Очень тяжело парковаться. Потому что, ну, как бы габариты вообще непонятненькие. Ну, хотя нет. Блин, машина-то топовая на самом деле. Как бы всё нормально. Есть гидроусилитель руля. Всё у него вообще с кайфом у этой тачки. Так что мне прям нравится. Может быть, реально на неё номера повесить, которые нашёл. И это. Гонять по городу. Кто мне что скажет. Все будут знать сразу, что едет блогер. И всё. Как бы. Хотя. И дверь, а бетонку не жалко зато. А? Дверь не жалко, а бетонку стук. Да тут вообще-то чё? Ей ничего не будет. Это просто ударная система. Ты даже, понимаешь, ключом не поцарапаешь. Обычно завистники доходят, видят ламборгини. Ааа, на тебе. А тут нифига, ничего не царапается. Так что вот. Не знаю, ребят. Пишите в комментариях, понравилась вам распаковочка багажника или нет. Надо ли что-то там из этого барахла, которое мы нашли. А также мы придумали несколько челленджей, конкурсов различных, связанных с этой ламборгини, чтобы вас повеселись, сделать интересный контент. И если вам такое нравится, если вы за то, чтобы был крутой и интересный контент, мы его вам оформим. Так что пишите, ставьте лайки и так далее. А я пошел праздновать. С вами был я, Вячеслав Смилов. Вели живее. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...